У меня для ребят остался последний вопрос, очень важный для них. Влад, ну давай, кем ты себя видишь в будущем? Ну, чётко профессию я не вижу, но поступать буду на какие-нибудь информационные факультеты, это может прикладная информатика, информационная безопасность, программирование. А там как пойдёт? Хорошо. Лиза? Я, значит, пока не решила, но я поступаю, точнее, я планирую поступать на специальность финансы и кредит. Мне так посоветовала учительница по-английски. Она сказала, ну, тем более с моим набором предметов, это вот самое оптимальное решение. Очень интересно. Но на самом деле я вообще не люблю экономику, я не знаю, как мне жить. Но подавать документы будешь куда ещё? Только на финансы. Только, только на финансы. Ну да. Я не нашла направление, которое меня очень сильно заинтересовало бы, и поэтому я сейчас в активном поиске. Не сомневаюсь, что найдёшь. Да, я живу, у меня ещё всё впереди. Надеюсь, что когда-то я приду к тому, что будет мне приносить удовольствие и доход. Ну, и довольствие, и доход. Это самое важное. Спасибо. Таня? Я всё-таки, наверное, хочу на экономическую безопасность поступить. Там всё равно, как-никак, на бюджетные три места есть. Друг повезёт. Вот, не повезёт, значит... Почему говоришь «друг»? Мне повезёт. Обязательно. Тебе обязательно повезёт. Здорово. Игорь? Ну, я подаю в железку, и я выбрал сразу же, ну, перед сдачей ЕГЭ, три. Даже перед тем, когда ещё подписали, ну, подписывали ведомость, какие мы предыдущие выбирали. Я, естественно, много перебрал, мне много предлагали. Ну, сначала было, я хотел в военные поступать, поэтому взял физику с математикой. Ну, военные с нынешней ситуацией, ну, считай, они востребованы, но очень опасны с жизнью. Поэтому я выбрал, первое, это нефтегазовое дело. Если не поступлю, получается, не пойду по баллам, то пожарная безопасность. Если там, то институт подвижной тяги, ну, РЖД, на РЖД, получается. Игорь, а ещё скажи, похвалися нам ещё раз всем. Твоё самое большое достижение в спорте на сегодняшний день? На сегодняшний день я, наконец, за 7 лет своих упорного труда и выезда на соревнования сдал на чёрный пояс первый дан. Это одобрила федерация сама Тэквондо, и там уже у нас у каждого свой личный кабинет, и, получается, там уже нам уже присвоили. Теперь мы чёрные пояса. Осталось только дождаться документов. А вот скажи, вот это тебе где-нибудь в твоей дальнейшей жизни пригодится? Ну да, всегда. Во-первых, это в будущем. И там ещё можно пройти небольшие курсы. И как бы на твоих трене... Ты можешь у тренера брать небольшую группу детей маленьких. Под его надзором ты можешь их тренировать некоторое время после курсов. А после этого можешь сам тренировать, набирать группы спортсменов, вывозить их на соревнования и сам становиться тренером. Плюс в Тэквондо мы не только технику ударов, но также самооборона, которая пригодится везде. Мы, например, вот на чёрный сдавали и от ножа, и от пистолета. Очень нужно как бы в жизни. Вот очень рекомендую прислушаться к словам Игоря, потому что если он станет тренером, я просто вот тебя вижу в этой тренерской работе. И очень здорово, что у тебя есть маленькая сестрёнка, я видела, как ты за ней ухаживаешь. То есть Игорь – это тот человек, который реально сможет работать с маленькими детьми. Ему можно их доверять спокойно. Молодец. Саша! Я конкретно про профессию сказать не могу, потому что ещё в данный момент не знаю даже результатов по обществу. Ну, сейчас уклон больше связанный в сторону Железнодорожного университета, в инженерию. Где-то около того. Понятно. Ну, это при условии, если я сдам лучше общество, то у меня, может быть, так скажем, кругозор увеличится. Там ещё на Тогу пойдёт, может быть, на Ранхикс, может быть, даже в экономический подам. Понятно. Вы знаете, я больше всего рада тому, что вы все остаётесь в Хабаровске. Никто из вас не сказал, что он куда-то уезжает. Здорово. Такие люди Хабаровску нужны. Ну что, ребят, заключительное слово за вами. Мы ещё вернёмся. Ура! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!